За текущий год Управление Роспотребнадзора рассмотрело более 5000 письменных обращений граждан с жалобами на нарушениях потребительских прав. Надо сказать, что 44% таких обращений потребовало лишь разъяснение о нарушении прав, что свидетельствует о том, что востребовано среди наших жителей это повышение их неправовой грамотности. Остальные обращения, которые были нами рассмотрены, в 80% случаев нашли свое подтверждение. И если посмотреть динамику письменных обращений, начиная с 2008 года, то их количество вообще увеличилось в 5 раз. Но за последние 3 года темп прироста составил незначительный, чуть более 1%. Что, конечно же, нас радует и говорит о том, что, во-первых, повышается уровень правовой грамотности наших жителей, а во-вторых, то, что предпринимательское сообщество старается или там, где не старается, мы их убеждаем в этом. Соблюдать права потребителей. Необходимо заметить, что, несмотря на стабилизацию количества общих обращений граждан, в среднем таких обращений письменных поступает 6 тысяч, где-то около 6 тысяч, чуть более, в год. Структура обращения потребителей остается неизменной. И это понятно, потому что то, что наиболее востребовано, какие товары и услуги, исходя из того качества жизни, в каком мы находимся, те и нарушения чаще встречаются. Там и встречаются чаще нарушения. Первое место по количеству жалоб занимает это реализация товаров, доля которых составляет 50%. За 9 месяцев поступило 2440 таких обращений, 85% из которых были связаны с реализацией непродовольственных товаров, большей долей которых приходится на сложные технические товары. Это на наши любимые телефоны, айфоны, айпады, планшеты, ноутбуки. Что нарушают чаще всего продавцы? Нарушают срок ремонта некачественного товара, не выдают подменный товар на период ремонта аналогичного товара, нарушают срок рассмотрения обращений, проведения проверки качества, отказываются от расторжения договора. То есть идут на любые уловки, лишь бы не вернуть деньги потребителю. Поэтому для скорейшего решения проблем потребителя необходимо каждому знать, что необходимо обратиться с письменной претензией в адрес продавца, получить входящий номер, и это будет уже являться доказательством факта обращения и при необходимости обращения в суд. Не нужно бояться идти в суд, поскольку суды в 95% случаев все иски рассматривают в пользу потребителей и возвращают деньги не только за товар, некачественный товар, но и моральный ущерб, но и все судебные издержки и неустойки. И очень важно, что вот все потребительские, непотребительское наше предпринимательское сообщество, оно прекрасно понимает, что оно нарушает вот эти вот права потребителей, и когда потребитель обращается к нему с претензией, с письменной претензией, это мгновенно приводит его в чувство. Продолжение следует...